Понимаем, что жизнь Соломона не удалась. Знаете, вот почему я так считаю, что не удалась? Потому что после всего сказал, что все плохо, все суета. Проанализировал все и сказал, что все плохо. Вот знаете, ну как бы это может быть такая утрация всех вещей. Кто не хотел бы быть богатым, правильно? Но самое главное, что как его удержать? Страшно человеку не тому, кто ничего не имеет. Страшно тому, кто имеет много и не знает, как это удержать. Это вот это больше всего. Они больше всего не спят. Или те, кто кому должен. Стучит. Лёва, тебе мой муж не даст денег. Он говорит, Миша, спи спокойно, пускай теперь он мучается. Да, вот я думаю, что если так посуммировать, конечно, хорошая жизнь, ответственная жизнь, все государство, все. Но прийти к концу жизни, сказать, все это суета, это все тщетно. Что самое главное в этой жизни, это познать Бога. И каким бы ты ни был, богатым или бедным, большим, маленьким, узкоглазым, широколистым лицам в мире, если ты не знаешь Бога, тогда этот Бог сможет тебе помочь. Мы, как верующие люди, смотрим на жизнь Соломона и говорим, насколько он прекрасен, великий. И не видим того, что Бог отражал в нем, может быть, то тысячелетнее царство, которое в красоте и величии Мессии будет. Может быть, я не знаю, многих этому склоняются. Но все равно, много вещей у Соломона произошло. Страдал человек? Столько же он имел, столько золота, столько мудрости. Все приносили ему, да? Спроси, спроси, микрофон, это будет лучше. Просто до этого слышал мнение, что это просто когда он согрешил там когда-то, ну и написал эту книгу, потом покаялся и все нормально. Или это все-таки в конце жизни, итог жизни? Смотрите, я не знаю, какая милость, наверное, Божья была, что Бог обращается к нему, говорит, а все, что ты делаешь, вот ты, ну, вот из этой роскоши, из всего, то, что происходит в твоей жизни, красота, величие и все остальное, твое сердце отошло. Отошло от путей, которых я завещал Давиду. И говорит, ради Давида, ради Давида, ради отца твоего, я ничего не сделаю с тобой, в дни сына твоего царство разрушится, разделится. И как бы получается обещание, Бог дает Давиду, что царство твоему не будет конца, вдруг, да, вдруг во втором поколении от него оно полностью рушится. Вот как бы получается так, что сколько Соломон царствовал? Кто помнит? Тоже 40 лет. Что-то у них на 40, у них это самое... Нет, ну, я думаю, что такой момент, это на пенсию сразу. Прельстился он временем. Поэтому, наверное, во всех остальных странах сейчас 4 года, и все. Можно переизбраться, и потом еще 4, потом никак. Ну, некоторые получаются навечно. Да, как бы так... Ладно-ка, я не буду шутить, потому что потом шутки выходят боком. Особенно на интернете. Да-да-да. Ведь мы видим, во дни Раваама происходит много разделений. И Раваама тоже не ходили путями Божьими. Мы видим, что не ходили вообще как бы теми путями, которые Бог давал. Наверное, пример Соломона послужил для многих последующих царей не ходить Божьими путями. Вот представьте себе, что начинают очень скромно, очень хорошо, да, вот с Богом. А когда начали укрепляться, начали помогать, ну, женам разрешать поставить капище, делать высоты, идолы появились, и при всем этом царство становится лучше и лучше, и красивее, и сильнее, расширяется. У многих людей, конечно же, сразу появляется мысль. Неужели, как бы так вот, когда мы были с Богом тогда вот, Израиля, ну, что были бедненькие такие, ну, бедноватые были, ну, не все было. А вот как бы вот разросся Соломону, надо доверять ему, что он разрешил капище, разрешил там высоты своим женам, и как бы вот процветаем, как бы вот нормально. Вот я думаю, что где-то вот эта вот мысль или же то положение, оно оставляет за собой выбор, куда идти. Но мы видим, что не так все худо было. Мы видим, что поднимается царь Ахав, и мы знаем его историю с царицей Изавелью. Конечно же, там много вещей происходило. И все-таки последняя книга царств говорит об остальных царях, и, конечно же, очень много говорит нам о пророках. Начинается династия таких отдельных пророков, пророков такого, приготовляющего Израиль к страданиям, изгнанию и восстановлению. То есть, начинается эра пророков, которые видят разделение, которые тянут к новым отношениям, где начинается разговор о Новом Завете. Вы понимаете, да, вот уже после царя Соломона уже начинается разговор о Новом Завете. Когда мы говорим о Новом Завете, Бриха Таша, мы как бы это так, ну, больше как бы об Иисусе, о Ишуа, о этом времени, как бы 2000 лет назад. А на самом деле разговор начинается еще задолго до, задолго еще до рождения Ишуа. Вот отклонение от Божьих заповедей, Божьего храма, храма, который там был построен, изобилие, уже предвещало некоторым победам и поражениям. Сейчас, я думаю, это у нас, да, так вы отключите его, как бы, можно пустить его вот еще в чайник. Какой там, возьмите, возьмите микрофон и прочитаем. И вот человек Божий пришел из Иудеи по Слову Господню в Бейтейл в то время, как Иерамам стоял на жертвеннике, чтобы совершить воскурение. И призвал он на жертвенник Слово Господне, и сказал, жертвенник, жертвенник, так сказал Господь, вот родится сын в доме Давидовом по имени Ишуа, и на тебе он зарежет жрецов капищ, совершающих на тебе воскурение, и человеческие кости сожгут на тебе. Тринадцатая глава, третий царств, тринадцатая глава. Третья царств, тринадцатая глава, самый первый стиль, самого начала. Дайте ему еще микрофон, пускай почитает еще он. Он уже вооружился, глаза вооружил. Ой, жертвенник, жертвенник. Как напоминают русские сказки. Минуточку. И вот человек Божий пришел из Иудеи по Слову Господню в Эфиль, в то время, как Иерамам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. И произнес к жертвеннику Слово Господне, и сказал, жертвенник, жертвенник, так говорит Господь. Вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебе в жертву священников высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. Ну, это пророческие, как бы говорится. Я думаю, что там есть корень, интересно, как спасение, да, вот, Ильяша. Но я не буду пытаться интерпретировать это, думаю, что надо подумать, я никогда не вдумывал в эту сторону. Да, если тянет, да, я понимаю. Одинокая овца, а у палки два конца. Это все сейчас записывается, представляете, это будет в интернете, что-то смотришь, это будет, будет... Порочество об овцах и двух концах палки. Да, в любом случае, если мы будем смотреть книгу, последнюю, первую книгу царств, либо там, получается, третья книга царств, если брать по еврейским канонам, мы встречаем в дни царства Ахава очень важную личность, личность Ильи, имя которого остается очень популярным среди еврейского народа, и даже в Песах, да, оставляется для бокал, для него, для того, чтобы он придет, как бы, таким образом, как он был взят на небо, как бы, он должен еще и явиться, и говорится о Илье, которому должен вернуться. И Иешуа говорит об Иоанне Крестителе, да, о Йохананне, если вы хотите, то он и есть от Илья, как бы, ну, если вы хотите. Ну, они, потому что они вопрос, они спрашивали, ну, просто он пришел так, как пророк, и плюс, как бы, действовал. Ну, давайте мы вернемся к Илье. Илья – личность очень неординарная, причем, как бы, с одной стороны, очень смелая, приходит к царице, к этим священникам Ваала, и делает такие вещи, которые в дни засухи, в этот, ну, довольно странные, да, такие. Что самое дорогое может быть в засуху? Вода. Это не золото, не серебро, а вода. И он вырывает ров, заливает, забирает в них воду, говорит, давайте еще воды, давайте еще воды, давайте. И потом говорит, ну, Господь, я сделал, как ты сказал, и огонь сошел. И в то же время испугался царицы, и убежал в пустынное место. Сорок, а? Хотел умереть. Умереть я один остался, бедный отца. Вы знаете, самое интересное, что вот его сверхъестественное взятие от земли для меня все остается загадкой. Не лучший, лучший, да, чтобы так сомневающийся и сильный. А он такой дерзкий, да, и вот, и в то же время, как бы, Иешуа говорит о том, что Илья был таким человеком, как и мы. Помолился? Да, вот простым человеком. Ну, да. Кто-то помолится сегодня, что пошел дождь. Он пытался сегодня идти, я боюсь, что он не пошел. У разных есть свои истории, да, вот. Но говорится о вере. Бежал впереди колесницы, там еще что-то, там такие вещи. Для меня больше героем среди всей этой истории, мне очень нравится Элисей. Ну, вот этот плюшивый, да, похожий, как бы, без волос и так далее. То есть, лысоватый мужичок. И вот его жизнь, на самом деле, для меня яркая жизнь пророка. Яркая, яркая жизнь пророка. Есть пророчествующие люди, а есть вот пророки, которые рождены Богом и которые взяли на себя ответственность. Вы должны понимать, что Элисей в данной ситуации, он оставляет все и следует за тем, кто не дает ему никакой надежды. Ничего, то есть, как бы, кинул на него милость свою, да, типа, было ему жарко, он пахал. И сколько у него было волов? Двенадцать. Двенадцать пар? Двенадцать пар? Ну, тракторов. Вы, когда вы пахали на двенадцати парах? Ну, не надо богатырём, сегодня богатыри не мы. Вот были люди в наше время, ну, то, что нынешнее, да, да, двенадцать пар, да. Какие есть, один, один, двенадцать пар, он очень просто сделать, как-то, если, послушайте, если брать о том, что двенадцать пар сразу, как бы, ну, двадцать три, бугая там, ну, как же, по-украински, да, бугая. Я, я, земля действительно такая, что нужно пахать, да, да, ну, вопрос, вы понимаете, вопрос, одно дело, ты на износ берёшь животное, а другое, они просто идут, как это сказать, и просто своей частью, но нужно уметь управлять. Приносит он одного в жертву или всех двенадцать пар и уходит, он уходит за человеком, который предоставил, он подумал, что это его судьба, да, следовать, стать его учеником, стать слугою. Он ушёл за Ильёю, чтобы стать его слугою. Я не выбирал, не выбирал, чтобы бабушку для него. Я бабушек многих знаю, потому что Давида бабушки. Бросил милости, попал по голове, что-то в голове случилось? Мужик сжёг плуг. А? Мужик сжёг плуг. я бросил милоть идешь навряд ли и таска и таскал пророк больше жену свою везде где он ходил хорошая на то меня нет мнения это там именно сука то что она блудила поэтому он заводить иди и верни обратно если бы это пускал блудницу а так вот жену да то есть как бы гулять и он говорит израиль ты гулящий но я опять сейчас наснимают я подумаю что лучше я не выставлял бы этот урок смотрите смотрите внимательно смотрите я хочу еще раз несколько вещей таких сделаю есть моменты в жизни людей которые мы вот принимаем как бы очень реально вот или и илья и шел видел элисея пашущего ну человек который пашет которые на поле да ну что ему стало жалко его чтоб взял бросил на него милость что такое милость а плащ одежда что зачем то ли что он то что плачущий был досаду здесь здесь он ты поспори он когда живет типа что ты хочет мне илья уходил от элисея он бежал потом вот если ты увидишь взят тогда ты получишь я понимаю это вы должны понять вы знаете вот 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 это вот мышление которое вот мы имеем сегодня что вот о человек божий я приступлюсь к нему что-то от него буду иметь двойную цену ну это бы служащий пророку будет иметь награду пророк о точно все буду служить это сайта за пророком прицепился как банный лисы отгоняют а тот не слушает это сара вы должны понять что или и елисей я не думаю что он планировал иметь ну как бы сказать получить вот пророческий дар и что-то еще он решил стать или слугою это самая большая часть он он стал ему слугою это наверно была честь почтение уважение вот эта часть очень важно этот это слуга и поэтому ему говорит ты знаешь что господь открыл господину твоим ну типа да он типа что его заберет люди уже знали что его заберут ну понятно что что вы кинули кости и там шо видно у него быть прическа была с колесницами знаю молчите я хочу подчеркнуть одну вещь что он последовал за ильёю не ради дара ради служения ему понятно нет если услышите послушайте послушайте внимательно давайте возьмем так и деяния апостолов когда увидели что человека на людей сходит дух святой да и тот говорит дайте мне дайте мне такого вот чтобы и без изгонять и там чудеса творить да дайте мне и дал денег понятно да здесь здесь когда идет услужение какому-то человек да 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 в даре да ради дара получить это корость это корость это корость это корость если посмотрим у бога такого нету вот такие иисус навин еще и вашего служил моисею не для того чтобы стать потом слугу именно вот вождем для израиля вы понимаете бог говорит а вот теперь ты его возьми почему потому что он был слугою тебе он знает твое сердце он знает и я его помажу я его поставлю я буду говорить к нему и вот мы имеем мы делаем ошибки особенно верующих последнего времени мы так вот мы делаем ошибки при лепиться по пророка и мы берем получит дар пророка ну да вот ну хорошо мы пить мы читаем очень просто что дары господни да а так и в таки израилю неприложен дары дающий духом святым даются кем духом святым по его его изволению по его звали не какие дары мы чаще всего хотим иметь в церкви в церкви божьем и хотим иметь это не дар это это не дар да много денег то не дар это это мудрость это это знание это это умение да вот так мы хотим иметь пророчество вот скажите пожалуйста для чего нужно пророчество но чем мы для себя тогда просим так не так смотрите для созидания церкви почему чаще всего хотят пророчествовать корость извините да а и какой какие дары их интересны это дар вот пророческий дар иметь как бы нет ты понимаешь его умный человек чтобы умный человек дайте людям простым сказать о том веры для чего вот теперь нету хлеба сейчас помолюсь из камня получится хлеба аллилуйя вот мы ходили чаще чаще всего исцеление да нет развлечения духа даже никто не просит и чудо творения и про пророчествами это смотрит три дара которые просят а какие там еще дары и и где их 9 до коринфянам 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 вот мы отличаемся от пророков тогда давайте откройте коринфянам это вторая глава отчетку на том что это вы вы еще раз почитать почитайте этого нет вы почитайте вот это хождение по мукам на самом деле у лисея было хождение по-моему безезде бежал за ильёю понимаете чуть ли не учитель не успевал да да так коринфянам крисном 12 глава 2 1 коринфянам 12 глава 4 стиха дары различные но дух один и тот же и служение различные господь один и тот же будем пальцы и действия различные а бог один и тот же производящего все во всех но каждому дается проявление духа на пользу одному дают пользу не написано проявление духа на пользу про проявление духа на можно загибать на мою пользу нет нет мою пол для меня польза не проявление не само по а проявление духа святого действующие во мне мне служит для пользы мне лично почему если есть проявление духа значит говорит о том что мы освященные мы 10 действующим и использованы богом и он хочет использовать нас наших драк для назидания церкви для для того чтобы церковь поднималась поэтому она для меня она хорошее действие